Весна все больше укрепляется в своих правах, и многие горожане уже планируют поездку на свои дачные участки. Помогут им в этом 30 садово-дачных маршрутов, которые запустят в этом году. Это на один больше, чем в прошлом. Дополнительные автобусы по запросу жителей пустят в сторону Черновских дач. Подготовку к загородным перевозкам обсудили на рабочем совещании в городской администрации. Первые рейсы будут выполнены 20 апреля и до майских. Как и в октябре, будут выполняться только выходные. А вот с мая по сентябрь еще в среду и в пятницу будет задействовано 54 машины. Стоимость проезда по сравнению с прошлым годом не изменилась. Маршруты отправляются с 9 пунктов отправления в городе. На прошлой неделе совместно с представителями ГИБДД Департамента городского хозяйства мы все пункты отправления объехали. Замечаний к городу нет. На ряде остановочных пунктов отсутствует расписание. Они все будут установлены и вывешены до 20 апреля текущего года. Обсудили на совещании итоги прошедшего субботника, а также работы в рамках месячника по благоустройству. В уборке были задействованы как профильные службы и обслуживающие организации, так и государственные и муниципальные служащие, социальные учреждения, волонтеры, общественники и активные жители города. Глава Самары напомнила, что впереди еще два средника и общегородской субботник. И поручила активнее вовлекать в работу эти предприятия и объекты потребительского рынка. Огромная просьба работать совместно и с потребительским рынком, и с промышленными предприятиями, с учреждениями, чтобы прилегающие территории все-таки приводили в порядок. Ну и, конечно, строительные компании. Прошу вас напомнить им о необходимости привести свои заборы в порядок, где необходимо восстановить, где необходимо заменить. Главы районов, докладывая о работе в месячник по благоустройству, отдельно отметили инициативы общественных организаций. Одна из таких идей – акция «Пожиратели рекламы», в рамках которой школьники, студенты и просто неравнодушные жители очищали со столбов зданий и остановочных павильонов незаконную рекламу. Достаточно большое количество людей. У нас ежедневно 310 человек выходило на, так скажем, вот эту уборку не санкционированной рекламой. То есть в каждой бригаде по 10-15 человек. Но традиционно потом после месячника подведем итоги, ребятишек поощрим и наградим за проделанную работу. Всего за две недели приводить Самару в порядок вышло более 193 тысяч человек. Убрано уже больше 17 миллионов квадратных метров территорий. Вывезено около 24 тысяч кубометров мусора. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.